В этом видеоподкасте я расскажу вам и покажу мой собственный метод самокоррекции в самом трудном для самокоррекции отделе позвоночника. Это верхний грудной отдел позвоночника. После седьмого шейного позвонка, буквально первые 3-4 верхних грудных позвонка. Метод именно направлен на правильную самокоррекцию. Дело в том, что многие методы самокоррекции, когда вы пытаетесь снять блокады функциональные между этими позвонками, они направлены на то, что мы позвонки друг относительно друга пытаемся поколебать вот таким вот образом. То есть это реклинации всякие разные, когда прогибаемся мы сильно очень. Не будем путать это с мобилизацией, когда при разнымке мы делаем всякие прогибания, гибания. Это нормально. А вот когда реклинации в статических положениях делаются и релизинги различные, с выгнутой, со спиной. Вот. Это несколько не то. Почему? Потому что это несколько афизиологично. Самая лучшая мобилизация идет тогда, когда мы позвонки между собой растягиваем. Не переламываем друг относительно друга, да? Не скручиваем друг относительно друга, а растягиваем. И в верхнем грудном отделе сделать это самому очень сложно, практически невозможно. Мануальный терапевт может это сделать. Он зайдется сзади вас, со подмышки возьмет вас, вверх поддернет в определенном положении и все на место встанет. Есть сегодняшние методы самокоррекции, направленные на длительном релизинге, то есть на вытяжении. Но это надо специальным образом висеть на перекладине и руками вверх, и ногами вверх. Или на столе на вытяжном тоже лежать ногами вверх под определенным углом, с определенной укладкой. Это сложные методы. Это методы, которые тоже идут под руководством мануального терапевта или ортопеда. А что же сделать самому? Как позвонки вытянуть? Вот сейчас я вам об этом и расскажу. Значит да, исходники, наше положение лежа на спине. Ноги выпрямлены, тело распластанное и поясница не выдвинут. И сразу обращу внимание на то, как нужно правильно лечь. Это важный момент, важнейший. Мы эту ситуацию будем контролировать от начала до конца. Ваша поясница не должна быть подниматься над полом. То есть лордоз поясничный нужно убрать таким образом, чтобы между полом и поясницей не пролезала рука. Поехали. Смотрим, как это выглядит. Как это сделать? Вот мы легли. Вот так вот прогибаться не нужно. Видите, там стоит созон. Очень легко привязать рука. Как убрать же, легко почувствовать. Нужно ноги немножко согнуть и сутулиться. И почувствовать, как ваша поясница пролила к полу. Теперь ноги нужно выпрямить и лечь. И это состояние попытаться сохранить. Все, поясница пролила к полу. Замечательно. Теперь смотрите. Через стороны мы начинаем вверх поднимать руки. Здесь очень важный момент. Некоторые умники, пытаясь продемонстрировать собственную гибкость, они снова начинают поясницу прогибать. Руки поднялись и уже выше не поднимаются. Ну или поднимаются, достаточно тяжело прижимать к силе. Они поясницу прогибают опять и руки поднимаются. О, какая хорошая гибкость, ничего в суставе. Замечательно. Конечно, безусловно, есть люди, у которых эта гибкость действительно высокая. И они могут там палку взять вот так и руки провернуть там сзади себя. Пловцы вот особенно хорошо делают. У абсолютного же ученства качков и людей, занимающихся силовыми видами, у них в плечевом суставе гибкость не очень большая. Вот. И поэтому нужно проконтролировать себя, чтобы поясницу не прогибать. Если же, собственно говоря, руки поднимаются и соединяются очень легко вверху и там. Вот таким вот образом. Вот. И при этом, не прогибаясь поясницы, нужно под лопатки, под лопатки подложить несколько валиков каких-то. Либо там одеяла, либо валик от дивана, либо что-то еще. То есть, вы будете приподняты, опять же поясницы, пожалуйста, на полу. Вот. И начинаете поднимать вверх руки. Поднимаете их до такого состояния, когда чувствуете, что руки начинают над полом уже приподниматься. Видите, они пола не касаются. Надо их обязательно расслабить, потому что силы дожать их не можно всегда. Вот. Руки подняли. Таким образом. Если они не поднимаются, то и не страшно. Тоже вы просто подложите варики, либо надо просто поднять руки, подцом переграться. Просто оптимально достигается ситуация тогда, когда ваши руки немножко зависают и создают естественный противовес. Как бы назад. Можно, в самом деле, если эти руки поднимаются легко, взять в них гантели, либо сзади положиться на штамму и захватиться за нее. Вот таким вот образом, чтобы эти руки были зафиксированы. При этом, опять же, контролируем. В сотый раз говорю, что поясница жестко прилегла сюда к порту. Руки подняли. Сейчас начнется самый главный метод. Смотрим. Итак, с самого начала. Ноги согнули, поясницу прилепили, выпрямили, ноги выпрямили, руки в стороны, руки подняли. Захватились там за штангу, либо просто подняли руки под 45. Теперь, самое главное манипуляция. Вы начинаете поднимать голову вверх, подбородок стараясь приблизить к еремной вырезке. То есть, к самому началу грудины. А теперь начинается самое главное манипуляция. Для этого нужно подбородок стараться прижать к самому верху грудины. Это еремные вырезки. Вот сюда, как-то ягудина начинается. Руки лежат и подбородок. И при этом скатываем позвоночник, как будто в трубочку закручиваемся. Как будто ли из бумаги скатываем в рулон. Вот так и нам надо голову. Сначала согнуть голову, а потом приподнять немного спину вверх. Грудь вверх. Делается где-то так 5-6 раз. Если вы этого никогда не делали, то очень велика вероятность, что в первый раз у вас что произойдет? Вы услышите несколько щелчков, 3-4 щелчка в верхнем грудном отделе. Это и есть то, что произошла самокоррекция. Если вы достаточно гибкие, щелчков может и не быть. Для этого и нужны повторы. Опять же, щелчков может не быть и тогда, когда вы немножко побаиваетесь и мышцами себя удерживаете. Это пройдет со временем. Вы перестанете как бы загрепощаться и все будет нормально получаться. Вот. Важный момент-то какой самый? Что сделав эту самокоррекцию в этом отделе позвоночника, вы должны понимать, что этим вы позвонки раздвинули и дали им некое положение, к которому они у вас уже не привыкли. Вернее, отвыкли быть в правильном положении, в декомпрессии. В этом отделе, кстати, в грудной части позвоночника чаще всего прострелы и бывают. Потому что малоподвижный отдел позвоночника даже у людей, которые ведут активный образ жизни и со спортом занимаются. Поэтому там всегда, как правило, блокады возникают. Вот. У всех почти. У самых подвижных людей. Вот. Так вот, вы позвонки поставили в то положение, от которого они отвыкли уже. И что может быть? После первого раза или после второго раза вы можете ощутить в верхней части дискомфорт некоторый. То есть, со спины верхней части некий дискомфорт в верхнем грудном отделе позвоночника. Это бывает, это нормально. Важно понимать, что когда у вас метод уже начнет нормально получаться, не нужно им злоупотреблять. Ни в коем случае. То есть, делать его надо не чаще, одного-двух раз за неделю. Иначе вы в этом отделе, который не предназначен для очень активной подвижности, выработаете гипермобильность. Вы надергаете связки там, они растянутся, станут эластичными к большей мере, и будут в этом отделе очень плохо позвоночник удерживать. Это, наоборот, даже провоцировать может, да, прострелы. Поэтому делать этого не надо. Ну, понимаете, во всем хорошая мера. Поэтому самокоррекция в этом отделе позвоночника делается не чаще, я повторяю, не чаще, это очень важно. Одного-двух раз за неделю. Удачи вам! До следующей встречи. По скрипту. Почему так важен этот отдел позвоночника? Верхний грудной отдел позвоночника. Дело в том, что из спинного мозга этого отдела позвоночника идет иннервация органов грудной полости, в том числе и сердца. Поэтому, если в верхнем грудном отделе позвоночника есть сильные проявления остеохондроза, то они могут часто проявляться в виде сердечных болей и мимикрических всяких болей. Человек говорит, что на стенокардию похоже. То есть, у меня болит сердце, у меня тяжесть какая-то в груди давит. На самом деле это может быть не стенокардия. И предпосылок у человека для стенокардии может и не быть. Он занимается спортом, у него нет атеросклероза, ничего. А вот сердце почему-то побаливает. Да, наверное, там что-то перетренировался, что-то еще. Нет. Проблема может быть именно в том, что даже у спортсменов в верхнем грудном отделе позвоночника малые подвижности. Поэтому там часто возникают блокады и компрессии. И именно они ухудшают и кровообращение, и ущемляют корешки спинного мозга, которые иннервируют органы грудной полости. Опять же, в том числе и сердце. Поэтому если позвонки будут двигаться нормально, и компрессий и блокад никаких в этом отделе не будет, вы будете чувствовать себя очень легко, и сердце у вас не будет болеть. Если вы не злоупотребляете, конечно, всякими разными счастьями жизни. А ведете нормальный, здоровый образ жизни и занимаетесь спортом. Удачи!